Масштабный рейд-автобус прошел на днях в Люберцах. Сотрудники ГИБДД проверили автобусы и маршрутки. На вокзалах, стоянках и прямо на остановках инспекторы осмотрели документы водителей, а также состояние транспорта. О результатах рейда в нашем сюжете. 14 дорожно-транспортных происшествий в прошлом году и 9 в этом было выявлено сотрудниками ГИБДД с участием пассажироперевозчиков Московской области. На сегодняшний день это самое большое количество ДТП в Люберцах за столь короткий срок. В связи с этим инспекторы технического надзора проводят оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Автобус» и проверяют состояние транспортных средств. Старший лейтенант полиции Поляков, вы управляете, да, это машина? Да. Будьте добры, водительское удостоверение, документы на транспортные средства и путевой лист. Помимо всех необходимых документов, инспекторов интересует наличие и исправность внешних световых приборов, а также проверяет условия привозки пассажиров. А именно наличие двух огнетушителей, медицинской аптечки и знак аварийной остановки. Здравствуйте. Старший лейтенант полиции Поляков. Будьте добры, предоставьте водительское удостоверение, документы на транспортные средства и путевой лист. Третья маршрутка инспектор ГИБДД находит серьезное техническое нарушение. Как мы видим, данное транспортное средство у нас неисправно, а именно неисправен дальний свет фар, что по правилам дорожного движения квалифицируется как неисправность, при которой эксплуатация данного транспортного средства запрещена. В отношении пассажиров перевозчика составлен протокол и вынесен штраф в размере 500 рублей. Теперь водитель не имеет права перевозить пассажиров до тех пор, пока не устранит неисправность. Только за первую часть рейда было проверено 15 маршруток. Из них две маршрутки оказались техническими нарушениями. А за две недели проведения рейда инспекторы ГИБДД выявили технические неисправности у более 500 маршруток. По состоянию на 4 месяца уже проведено более 30 проверок, по результатам которых выдано более 35 предписаний. И составлено 89 административных протоколов по различным нарушениям на должностных лиц. Операция «Автобус» продлится до 11 мая. Основная цель проводимых рейдов – снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.